Сегодня попробуем разобраться, сколько полосок у зебра. На самом деле зебра это черная лошадка в белую полоску, а не наоборот. При этом у каждой зебры свой собственный уникальный рисунок из белых полос, таких же индивидуальных, как и отпечатки пальцев у людей. Белые полоски у зебр считаются на спине. Обычные полосы от 6 до 18. Более точное количество полос полностью зависит от вида зебр. Зебры бывают следующих видов. Бурчелиевая зебра, зебра гранта, корненная зебра, сомалийская зебра. У бурчелиевая зебра туловище охват 6-8 широких полосок. Хвост, ляжки, ноги белые лишенные полосы. У зебры гранта черные широкие поперечные туловичные полосы, около 8-10 полос. Хвост зебры также имеет полоски. У горной зебры количество поперечных туловичных полос не более 14. У сомалийской зебры бывает до 18 черных полосок. К сожалению, пока точного вывода об окрасе зебр ученые дать не могут, хотя выдвигают ряд гипотез. Например, считается, что полоски необходимы для обмана хищника. Ведь на расстоянии стада стоящих зебр не сразу заметишься среди растительности. Или чтобы можно было узнать свою родню. А ведь рисунок на голове каждой зебры неповторимый, и по нему даже издалека сородичи узнают своих. Благодаря такой уникальной окраске, шеребец-вожак легко собирает свое разбежащее семейство, а мама зебры быстро отыскивает своего малыша среди большого кочующего табуна. Также считается, что новорожденному жеребенку достаточно около трех дней, чтобы запомнить, как выглядит его мать. Кстати, молоко, которым зебра выкармливает жеребенка, необычно в розового цвета. Также считается, что полосы на шкуре делают зебры незаметными для мухи ЦЦ. Эта злобная муха легко различает диких однотонных антилоп и домашний скот. Размытый за полосок контур зебр видит якобы крайне плохо.